Приветствую вас. Смотрите. Ну, во-первых, мой коллега Кудряшок Игорь Леонидович, на мой взгляд, все достаточно хорошо вам ответил. В том смысле, что действительно нет смысла вашего. Вопросы, потому что, ну, начнем с того, что психологи не могут, в общем-то, работать с третьими лицами. Вот это, я бы сказал, нарушение в какой-то степени профессиональной этике. На мой взгляд, делать этого не нужно. На мой взгляд, не нужно пытаться с третьими лицами работать. Вот. Потому что это крайне-крайне неблагодарная такая история. Вот. Вот. Можно очень много гадать, можно очень много пытаться понять, ну, понимать, пытаться понимать. Вот. Вот. И в итоге ничего из этого может попростокого аргана не получиться. Вот. Lois-то, и級, да, можно спросить. То есть. Игра-то наверное. Проблематика здесь заключается в том, что вы сами, вот именно вы сами, чего-то хотите от мужчины. Я думаю так, что вам самой чего-то хочется от мужчины. И я думаю, что как-то вот вас, ну может быть вызывает, напрягает то, что он вам пишет, то есть как-то вас это именно что напрягает, именно что вас беспокоит, именно что может быть у вас это какую-то надежду вызывает. Надежда на то, что может получиться, у вас могут получиться отношения, да вот, или что-то такое. Вот, хотя понятное дело, что это всего лишь мое предположение, да и совершенно не факт, что это правда. Но, тем не менее, тем не менее. Нельзя, на мой взгляд, не обращать на это внимания, потому что это важно. Следующее, значит, ну я бы сказал в первую очередь так, что мужчина не знает, чего он хочет. Человек не знает, что ему нужно, вот, и человек, я бы сказал, что человек, ну вот, в какой-то степени, наверное, непостоянный. Так что это вот именно непостоянство, человек, чего не найдет. Ага, так же я бы сказал, что он это делает, ну понятно, по своим причинам, но это которые нам, в принципе, не ясны. И нам, наверное, не столь важно, нам не нужно пытаться это выяснять, на самом деле. Но важно то, что человек не очень чистым по отношению к самому себе, в первую очередь, потому что у него есть неверный, вот. Он общается с вами, вот. А с другой стороны мы, с другой стороны, может быть, это просто дружеское общение, вот. Ну, такой момент, в принципе, нельзя исключать. Если это не дружеское общение, если вы видите, что человек как-то вот откровенно стартует с вами, то это уже не честность, в первую очередь, это не честность по отношению к себе самому. Вот. Понимаете, в чем штук? Когда человек ведет себя таким образом, ну, примерно, как ваш мужчина, да? Он обманывает вас, да. Но он обманывает не только вас, он обманывает еще и себя, самого. Но вот это куда более важно. Важно, потому что, если, если, если человек себе обманывает, если человек сам с собой нечестен, вот, то, насколько говоря, с таким человеком будет тяжело. Тяжело. Это мягко, правда. Таким человеком будет тяжело. Таким человеком будет тяжело, потому что этот человек не будет надеяться, что, ну, что ладно. Вот. То есть, найдет именно надежность вам, от этого человека, стать не приходит. Ну, вот, от слова совсем, совсем. Понимаете, какая штука. Вот. И, как бы, я бы не сказал, что это прям, прям уж совсем плохо. Вот. Я бы не сказал, что это совсем негативно, вот, потому что, в конце концов, нужно, чтобы вы полагались сами на себя. Вот. Ну, но, как бы, партнер может меняться, может меняться достаточно сильно, вот. И, как бы, вот, подобные перемены, подобные перемены, вот, которые происходят в человеке, они ни к чему хорошему не приводят. Вот. 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 Ага. Ну, знаете, что я мог бы вам сказать еще? Что? Ага. С точки зрения. Вот. Именно. В психологии. А, мужчина, в любом случае, не слабый. В любом случае. А, мужчина, ну, как бы, он, в данный момент. А, вот. А, вот. Ну, в любом случае, а, а, с вами он не будет. На, ну, на данный момент. Потому что у него есть невеста. Вот. Там не особо, не особо важно, какие у него отношения, да, с ней не особо разные. Ээээ, как? Они взаимодействуют не особо важно, что, главное, что, ну, все какие-то обязательства. Которые не особо, да. Ага, вот. А, важно немножко другое, что вы, а, фрявуете, а, фрявуете, а, фрявуете. По факту. Мужчина. Которые, а, не свободен. И для меня, этот взят, только одно. что вы боитесь от серьезных отношений, скорейства, и от серьезных отношений вы бежите к такому отношению. И обращайте внимание на такого мужчину, и чувства у вас появляются именно к такому мужчине, не просто так. То есть ваши чувства, они связаны с выбором. То есть вы чувствуете, что, ну, могло бы что-то получиться. Да, скорее всего, скорее всего, вы будете 1%, скорее всего, вы будете говорить, что вам просто интересно. Но, поверьте, опыт, первый раз мы с этим сталкиваемся. Чего просто так, чего не бывает. Все достаточно обусловлено. И если у вас есть некоторые проблемы, проблемы в личной жизни, не получается построить отношения с мужчинами, то лучше всего будет обратить свое внимание именно на проблематику. Вот. Сразу на проблематику такую. До чего у меня отношения, что я делаю в отношениях, как я себя веду в отношениях, там, какие цели я преследую в отношениях. Вот. И так далее, и так далее. Вот это важные моменты. Все. Достаточно. На которые я хотел бы обратить ваше внимание. То есть, больше думать о себе. Больше думать о своих каких-то проблемах. Да? Больше стараться решать свои трудности и смотреть на свои желания. Которые у вас есть. Которые у вас не удовлетворены. В плохом смысле слова вы живете сейчас жизнь другого человека. Вы живете сейчас жизнь другого человека, а будете самостоятельно не удовлетворены тем, что у вас есть. Вот. Потому что, ну, посидите сами, если бы у вас было все хорошо, если бы вы всем были довольны, то навряд ли вы спрашивали нас по поводу того, что это значит вот тот факт, что мужчина вам пишет. Ну, это просто аксиом. Вот. Поэтому давайте раскроем все карты. Вот. Да. Давайте будем честны. Вот. И будем решать вопрос ровно в той плоскости, в которой он как бы находится. Да. Вот. А не пускать дымовую завесу и, значит, как-то рационализировать проблематику. Это будет просто тратой нашего времени и вашего. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.